Всем привет, это реальная журналистика, хотя правильнее будет сказать, в данной конкретной ситуации такая подпольная что ли журналистика, но так получилось, многие из вас знают, я об этом говорил, на прошлой неделе загремел в больницу какое-то время, видимо еще здесь придется проторчать, но очень надеюсь, что на следующей неделе все это закончится, и на следующей неделе мы уже, наше с вами общение перейдет в какой-то нормальный привычный формат, потому что он даже самому мне не очень комфортно, не комильфо сниматься в таких интерьерах, но с другой стороны нет худа без добра, называемся мы реальная журналистика, вот сейчас вы можете видеть, как в реальности выглядит наша система здравоохранения, как в реальности выглядят наши больницы, а в реальности они выглядят именно так, это вам не сериалы по телевизору, в которых показывают какие-то там дворцы, хоромы, сейчас очень много сериалов о врачей, нет, вот в реале больница выглядит вот она так, причем это еще не самая худшая палата, это еще не самая страшная картинка, это очень крупная, между прочим, больница, одна из крупнейших в Екатеринбурге, многопрофильная, но вот с советских времен тут мало что изменилось, ну вот реальность она такова, ну да не буду отвлекая, задерживать ваше внимание, тратить ваше и свое время на ненужные разговоры, поехали! Итак, ньюссмейкером недели снова стал Рамзан Ахматович Кадыров, который в понедельник опубликовал вот эти вот замечательные кадры, где его сын, 15-летний Адам, избивает задержанного Никиту Журавеля или Журавлева, напомню, россиянин, житель Волгограда, который там сжег Коран, священную книгу, был передан Следственному комитету Чечни зачем-то, причем Бастрыкин в этом поучаствовал, сознавая все риски, но мы не будем сейчас об этом говорить, да, потому что все это уже говорено-переговорено, с понедельника эти кадры транслируются, постятся, репостятся по всем соцсетям, существующим в природе, я, к сожалению, не могу их показать у себя на канале, потому что согласно правилам Ютьюба тут же прилетит бан, вот таковы правила Ютьюба, хотя вот его многие ругают, говорят, вот там показывают всякие гадости, нет, вы знаете, вот на Ютьюбе это показывать нельзя, вот по телевизору у нас показывают еще большие гадости, ну да, мы отвлеклись, я предлагаю посмотреть на всю эту ситуацию несколько с иной стороны, поговорить об произошедшем в ином несколько ключе, не хочу сыпать этими банальностями, мол, людей бить нельзя, это и так, это любой дурак понимает, даже мой 13-летний пасынок, он и то это знает, потому что, хотите честно, я вообще считаю, что это одна большая театрализованная постановка, нет, то, что парни избили, его действительно избили, я имею ввиду в общем и в целом, если посмотреть на всю картину, и сейчас объясню, почему это реальная журналистика, погнали! Итак, почему постановка? Ну, начнем издалека. Рамзан Ахматович, это человек, который очень давно в политике, и он очень хорошо усвоил золотое правило любого политика. Ты должен быть в тренде, ты должен быть медийным персонажем, ты должен постоянно пиариться, любой политик. Если он действительно хочет оставаться в политике как можно дольше, он должен быть вот постоянно в медийном пространстве, по-другому не бывает. А Рамзан Ахматович, он же там чуть ли не с детства, с юношества, он в большой политике, он общается с людьми, которые там, с которыми многие из нас, я в том числе даже не знакомый, да, и поэтому, да, вот это вот золотое правило он очень хорошо усвоил. Политик жив до тех пор, пока о нем говорят. Кстати, Владимир Вольфович Жириновский был таким ярчайшим примером, который постоянно, наглядно всем демонстрировал. Неважно, что тебе говорят, главное, что бы говорили, да. Хотя он был эпатажным, он был скандальным, но вот сейчас его нет, он уже давно на концерте у Кобзона, и тем не менее, да, но вот вспомнить что-то плохое про Жириновского, я думаю, не сразу придет на ум. А так он был веселый, он был прикольный, да, и он навсегда остался в истории России, я думаю, даже не только политической России, а в принципе в истории России. Маленький анекдот. Барак Обама говорит, у него три кнопки, желтая, зеленая, красная. Зеленая нажал, Европы нет, желтая нажал, Китая нет, красная нажал, России нет. А Маленький говорит, а вот у моей бабушки было три унитаза, золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Поэтому и Владимир Путин, кстати, многие там в свое время, когда еще говорили, что вот Путин сейчас позакрывает все СМИ, повесит железный занавес и привет родителям. Да нет, Путин тоже далеко не дурак, равно как и его политтехнологи. Они тоже это понимали, что политик живет, пока о нем говорят. И вот о Путине с самого начала стали очень много говорить. Его сделали очень-очень-очень медийной персоной. Именно поэтому Владимира Владимировича у нас знают во всем мире. Не потому, что он президент Российской Федерации, а именно потому, что очень хорошо поработала с ним пропаганда. Простой пример. Вот можете сейчас вот так вот на вскидку без помощи Гугла ответить мне на вопрос, кто сегодня руководит Великобританией? Или там Испанией? Или там Италией? Или там Японией? А я вам называю сейчас страны, которые входят в большую семерку. И вот даже я без помощи Гугла хрен вспомню, кто там рулит, да? А Путина знают все. Почему это заслуга пропагандистов? Потому что, повторюсь, изначально он понял. Вот это главное правило политика. Политик жив, пока о нем говорят. Пока он присутствует в медийном пространстве. Это как артист. Как только он оттуда исчез, все про политика можно забыть. И Рамзан Ахматович, который всегда восхищался Владимира Владимировича, ну, по крайней мере, он об этом говорит. Я не знаю, в реале он восхищается им или это просто все показное на публику. Но он учился в том числе и у Владимира Владимировича. И очень многое от него перенял. Ну, например, да. А как Владимир Владимирович выстраивал свой образ? Владимир Владимирович и его пропагандисты выстраивали. Почему Путин это так любит наша страна, да? До сих пор прошло столько лет. Хотя столько непопулярных решений он напринимал. Столько ошибок насовершал. У него уже каждое, по-моему, даже не каждое, а второе. Уже каждое первое решение ошибочное. И тем не менее, народ его продолжает любить. Почему? Потому что годы пропаганды. Путин президент мира! Ура! А самое главное, из него лепили вот этот вот образ такого волевого мужика. С характером. Который там в горящую избу войдет. Коня на скаку остановит, да? Который там может бросить вызов любому. Который никого и ничего не боится. Нормальные люди, вот я в том числе, мы же понимаем, что это всего-навсего образ. В реальности, реальный Путин наверняка, в отличие от этого, с этим образом, имеет мало общего. Ну, действительно так, потому что в КГБ обычно берут служить таких вот людей, которые незаметны. Вот он прошел мимо тебя на улице, ты его не заметил. Если где-то с ним когда-то общался, ты никогда его не узнаешь. То есть человек из КГБ, вот он должен быть таким, из спецслужб. Это залог вообще успешного сотрудника спецслужб. Залог любого шпиона. Оставаться всегда незаметным. А из Путина сделали как раз вот такого вот мужика, русский богатырь, который пасть пасти всем порвет, моргал и повыкалывает. И вот Рамзану Ахматовичу этот образ тоже понравился. И он тоже в какой-то момент пошел по тому же пути. Только он решил еще немного жестче, да, все, вот этот вот образ обыграть. То есть он такой крутой чувак, который там ходит постоянно на грани. Плевать он на всех хотел. Такой хулиган. Раздолбай, да, что хочу, то и творю там. И вот такой вот образ такого мужика. Плюс вокруг него вот это еще орел такого некого страха. Что он такой еще достаточно жуткий персонаж, который может и по рогамм на стучать, а то и вовсе. Что похуже с тобой сделать. А теперь давайте вспоминаем, что в последнее время мы слышали про Рамзана Ахматовича. Простите. Из головы вылетело, пока сидел, разговаривал. Да, что в последнее время мы о нем слышали. Вот он заболел. Вот да, там где-то там какой-то гемодиализм. Я не знаю, эту информацию невозможно проверить, потому что пресс-служба Кадырова на такие вещи не распространяется. Прямых контактов с Кадыровым у меня тоже нет. Насколько эта информация соответствует действительности, приходится довольствоваться тем, что приходит из каких-то открытых источников, приходится всегда на кого-то ссылаться. Но в последнее время вот такая вот мрачная картина вокруг Рамзана Ахматовича сложилась, которая начала очень сильно бить по его имиджу. Ну, как мне кажется, начала очень сильно бить по его имиджу, потому что до этого, я говорю, он всегда себя таким мужиком, он старался быть как Путин. Помните, да, там Путин поехал в Чечню, там, в Новый год, еще там, будучи его президентом, даже не стал, а уже поехал в Чечню. Уже встретился там с какими-то военными в Новый год, поднял рюмочку, а потом сказал, нет, мы ее сейчас пить не будем, мы вот ее поставим, когда закончатся боевые действия, мы обязательно сюда вернемся, и обязательно ее допьем, и там потом у этого видео было продолжение. Вот сейчас попрошу режиссера найти это видео, показать, если он найдет. Если не найдет, просто какой-нибудь мем пусть воткнет. Очень хочется по русской традиции, и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Секундочку, секундочку, секундочку. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи, вы это прекрасно знаете. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе, ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, тогда получается, что они погибли напрасно. Мы обязательно выпьем за ним, обязательно. Но пить будем потом. Потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Ну и дальше, да, мы помним, как отстраивали этот путинский образ, что вот он там на коне где-то скачет, на самолете летит, на военном, да, погружается, куда-то там с ружом ходит. И даже вот эти вот замечательные, прекрасные кадры, кто-то показывает сейчас режиссеру, показать это фото, где он там с голым торсом. Были и такие, да, как, да, в России, там, президент Российской Федерации, да, с голым торсом. Ну, конечно, это подкупало. Конечно, это подкупало на фоне того, что у нас никогда не было таких политиков. Я так понимаю, что Рамзан Ахматович тоже всем этим загорелся. И тоже, вот он тоже захотел быть таким же волевым мужиком. Ну, по крайней мере, чтобы у него был такой у нас крутого мачо-мэна. И он им правда стал. Я как-то, моя сестра, которая не очень ратует в сторону Единой России, вообще представителей всей нашей власти, но даже она мне как-то сказала. Она говорит, да, ты знаешь, я как женщина тебе могу сказать. Вот на него смотришь, и прямо вот он подкупает. Он такой мужик-мужик конкретный. Несмотря на все его хамство, на все его держит, он классно крутой. И тут вдруг все последние недели мы слышим, что он где-то там увядает, он где-то там болеет. Проходила даже инфа о том, что вот он там умер уже. Там несколько человек его похоронили. Причем там такие статусные люди об этом писали. Помню, я у себя в Телеграм-канале пост выложил Невзлина. Признан, по-моему, иноагентом. Тут вот надо сказать. Леонид Невзлин – это один из топ-менеджеров ЮКОС. Один из тех людей, которые когда-то делали погоду в России. Вот даже Невзлин у себя написал, что вот Кадыров умер в ЦРБ такой-то. Потом они пытались там что-то отмазаться. Но отмазки тоже были такие не шапки и не валки. И чтобы вот он там как у с каким-то дядей сидел, где-то там проводил какие-то там дни, часы там у него в больнице. Ну, слушайте, ну очень так неубедительно. С образом Рамзана это как-то не очень стыкуется. И, видимо, они посмотрели, подумали, надо сделать что-то вот, надо вот что-то вбросить в массу. Вот что-то яркое такое, чтобы было. Тем более, что, повторюсь, мы сейчас, кстати, опять же на примере Путина наблюдаем, когда перестают рассказывать о подвигах конкретного человека, вот конкретно Владимира Путина, он начинает терять в рейтинге. Раньше он там совершал какие-то подвиги, там где-то кулаком по столу стукнул, тут с кем-то встретился, выразил свое фи, там, да, боролся с какой-то позицией несистемной, к ногтю там кого-то прижимал, коррупционеров там проговорил, разберитесь, посадите. А в последнее время ему только нализывают, да, и вот расскажут, какой он весь прекрасный, замечательный, народу это не нравится. И рейтинг Владимира Владимировича постепенно, постепенно снижается. Да, безусловно, он там какой-то рейтинг у него есть, но он там все больше и больше снижается, даже ватники в нем разочаровываются. Повторюсь, пиарщики Кадырова, они не глупые ребята, они не захотели такого же сценария. Вот, и, по всей видимости, этот вброс был сделан не просто так. Вот, а особенно волноваться по этому поводу, а чего волноваться? Парню 15 лет, то есть, по идее, да, уголовной ответственности он еще не подлежит, потому что наступает, насколько я понимаю, с 16. Те, максимум, что могут сделать, ну, погрозить пальчиком, сказать, ай-яй-яй, Адам, больше так не делай, так нельзя. Ну вот, а Рамзан, повторюсь, вот человек, скандал, который сделал ты себя на скандале. Ну, подумаешь, кто-то там опять покричит, да он как бандит себя ведет. А ему это, мне кажется, даже льстит. Кайф от этого испытывает. Он набирает на этом политические очки себе. Да, он покажет, нет, я тут, вы забыли совсем, я не тот больной Рамзан, про которого вы там писали. Я крутой бэн. Ну, назначат, может быть, какого-нибудь стрелочника, потому что, насколько я понимаю, там должны привлечь к ответственности, раз несовершеннолетнего Адама привлечь нельзя, то там все равно кто-то должен быть ответственный, кто все это допустил, назначат какого-нибудь стрелочника, возможно. Но это если будут разборки, потому что мне даже, как и вам, тоже интересно, какой будет реакция от наших чиновников. Потому что, по сути, то, что было продемонстрировано всем нам, это такой некий плевок в сторону, ну, очередной плевок, даже не в сторону нас, россиян, а в сторону представителей власти и в сторону правоохранительных органов, в первую очередь, да, что позволено Юпитеру, не позволено быку, да, а тут наоборот. Нам, ребят, позволено, это наша земля, это наша Чечня, мы что хотим тут, то и делаем. У нас тут свои законы, и мы помним эту историю вот с этим вот судьей, которого там прям то ли из Новгорода, то ли из Питера, я могу сейчас ошибиться, там забрали, увезли, но тогда даже статусные люди говорили, ну, уже чеченец по национальности, а вот они там, вот чеченцы, у них там свое какое-то мировосприятие, у них свои взгляды на происходящую действительность, вот они там меж собой, пусть сами по себе разбираются. И, может быть, отчасти это было справедливо, потому что, ну, насколько я понимаю, стать судьей в Чечне просто так, просто прохожей с улицы не может, то есть это был какой-то околоклановый человек, и, по всей видимости, где-то что-то между ними произошло, и действительно были какие-то личные, может быть, разборки. Ну и отчасти, хотя я не считаю это правильно, но Рамзан Ахмадович выполняет, обязанности на него возложены, он занимается там своими чеченцами, ну и в целом вообще проблемами на Кавказе, то есть пытаясь не допустить, чтобы там не полыхнуло, к нему никто не лезет. Но вот здесь ситуация иная. Здесь получается, что в разгар специальной военной операции берут мальчишку, жителя Волгограда, возят в Чечню, и хрен бы с ним это. Но его там теперь еще и сбивают, как показала практика. Мы не будем сейчас обсуждать его поступок, правонарушение, которое он совершил, да, он там сжег священную книгу, оскорбил огромное количество мусульман, а мусульмане это люди глубоко верующие, они намного более верующие, чем мы, там, христиане. Мы помним 2011 год, в ютубе, помните, появился такой фильм «Самоделка». «Невиновность мусульман», по-моему, он назывался, или как-то, который привел там каким-то чудовищным последствиям на Ближнем Востоке, масштабным протестом, когда погиб Каддафи. Но, тем не менее, тогда это была намеренно сделанная провокация. Тут же, я не знаю, зачем этот чувак это сделал, но не в этом дело. Дело-то ведь в том, что есть закон, есть в законе такая статья. Оскорбление чувств верующих. Вот по этому закону его и должны судить, и не избивать. Но вот, повторюсь, здесь-то получилось так, что взяли русского парня, отдали, и теперь все это происходит на фоне спецоперации, под лозунгами «русские своих не бросают». Мне будет очень интересно посмотреть, как и вам, как и многим из вас, какой будет реакция с той стороны, со стороны Москвы, Кремля, кремлевских кукловодов. Ну вот пока, на момент записи этого эфира, да, пропагандисты никак не отреагировали. У меня, я много раз вам рассказывал, в палате живет, со мной лежит вот такой дядька в возрасте. Он постоянно смотрит там первый-второй канал, я уже неделю слушаю Скобеева. Вот Скобеева до сих пор об этом ничего не говорил. Да и, в принципе, пропагандисты нигде ничего об этом не говорят. Видимо, ждут какой-то методички, видимо, ждут какой-то отмашки сверху. Отмашка должна произойти, насколько я понимаю, с самого верху, от самого. Они сейчас там сидят и думают, что со всем этим сделать. То есть Кадыров в своей цели добился. Ему надо было всколыхнуть общественность, привлечь к себе внимание очередным каким-то дерзким поступком. Он его привлек. И он в данной ситуации ничем не рискует. Он уже там дал интервью Собчак, что в этот момент его вообще в комнате не было. Он вышел, и он не заметил, что его сын остался наедине с этим вот журавелем. Сыну 15 лет, сын вроде как не подсуден, только через год наступает возраст ответственности. Поэтому в самом таком пиковом случае действительно посадят каких-нибудь привлекут к ответственности каких-нибудь стрелочников. Но мы же понимаем, что у всего этого есть подводная еще такая часть, как у айсберга. Есть надводная, а есть подводная. И вот многие мои коллеги ее как раз озвучивают. А что дальше? Почему не реагируют эти люди и как они должны отреагировать? Потому что мы не просто говорим о разборках каких-то пацанов на рынке. На минуточку Рамзан Ахматович, мало того, что он глава одного из стратегически важных российских регионов, но мы как-то с вами забыли, что он еще и член Совета безопасности Российской Федерации, что он еще и член Генсовета партии «Единая Россия». То есть он там должен расти, это серьезный он герой Российской Федерации. Он человек, который по идее должен ратовать за соблюдение законности. Он должен первым сказать, что сынок, ты не прав, у нас вот есть такая статья об оскорблении чувств верующих. Вот давай будем судить по закону. Но он этого не сказал, наоборот сказал, мой сын поступил как мужчина. Повторюсь, я считаю это плевком в наши правоохранительные органы, как они будут на это реагировать. Ну, будем посмотреть. Вот в этот раз, я думаю, мы поймем, бросают русские своих или не бросают. Хотя что-то мне кажется, что подавляющему большинству наших с вами соотечественников вообще глубоко наплевать на все, на это. Поговорят и забыли, но Акадыров. Вот с одной стороны, да, поступил опять как вот, ну, как какой-то гопник. С улицы, а с другой стороны, вот если вот посмотреть с точки зрения профессиональной, да, как, у меня как журналиста, как политтехнолог, он опять, ну, я не политтехнолог, как немножко разбирающегося в политологии, он сделал такой очень яркий, громкий, смелый шаг. То есть ему это явно сработает в плюс, ну, а дальше? Как-то так. На этой оптимистичной ноте я прощаюсь с вами, спасибо, что были, что выслушали, что потратили свое время, это была реальная журналистика. Пока-пока!